всем привет сегодня вяжем мышку в преддверии нового года еще одну мышку немножечко под другую мышку мы уже вязали с вами мышку свяжем в этом видео такое вот такого мышонка этот мастер-класс автором которого является ольга коваленко такой от машок она нам предлагается из-за такого мышонка для него нам понадобится глазки на безопасном креплении 11 миллиметров не глазки носик если есть у вас на безопасном крепление тоже возьмите если нет то на клеевой я беру на клеевой вот так как у меня нет на безопасном креплении лучше конечно когда у нас все безопасно вот дальше пряжу для жакетика я возьму голубенькую вязать буду мышку такую вот коричневую для ножек тоже с этой же серии сил пряжа вся которую игрушку эту мышку у меня с одной серии розовая тоже пряжа ножек для таких мелких деталей вот синтепон соответственно наполнитель холофайбер или синтепон что у вас есть также иголочка для сшивания широким ушком вязать я буду крючком номер два с половиной такого мышонка мы с вами сегодня свяжем и потом сделаю я еще одно видео про мышонка свяжем и немножечко другого в итоге у вас будет выбор разных мышонок какие хотите такие и вяжите начинаем вязать цветом головы берем цвет головы и делаем в кольцо 6 столбиков 5 стягиваем колечко видео прибавки в каждый столбик не на прибавки в каждой столбики в ряду у нас 12 столбиков третий ряд провяжем без изменения берем маркер 1 цвета не потеряет нам ряды продолжаем вязать в третьем ряду без изменения вяжем 12 столбиков четвертый ряд делаем прибавки правки через столбик провязываем прибавку затем столбик без изменения следующие прибавку 5 столбик так вяжем до конца ряда столбик прибавка столбик прибавка либо прибавка столбик смотря как вы начнете так вяжем до конца в ряду у нас здесь 18 столбиков пятый ряд вяжем без изменения 17 столбиков вяжем мы начали вязать с носика здесь у нас будет располагаться носик вяжем без изменения пятый ряд 6 ряд делаем прибавки через два столбика вначале я вижу прибавку затем провязываю два столбика 5 прибавка и два столбика так вяжем до конца ряда в ряду у нас 24 столбика седьмом ряду вяжем 18 столбиков без изменения тех кто использует носик на безопасном креплении вставляйте на этом этапе посерединочке где у нас здесь кольцо было пока его можно раздвинуть пока вы не закрепили колечко вставляйте носик потом фиксируйте хвостик чтобы не разошлось кольцо а те кто будет клеить то это сделать лучше уже под конец чтобы лишний раз носик наш не шевелись чтобы хорошо застыл поэтому так я клею я вяжу вяжу дальше значит у нас 7 ряд без изменения 24 столбика далее у нас 8 ряд вяжем 6 столбиков три четыре пять шесть делаем 12 прибавок подряд оставшиеся 6 столбиков вяжем без изменения до конца ряда так восьмом ряду у нас получилось 36 столбика в девятом ряду ведь 36 столбиков вяжем без изменения так далее у нас 10 ряд провязываем сначала 6 столбиков дальше у нас пойдет комбинация из столбика и прибавки повторим это 12 раз столбик прибавка повторяем 12 раз и последние 6 столбиков оставшиеся провяжем без изменения так в ряду у нас в десятом 48 столбиков теперь с 11 по 18 ряд вяжем эти 48 столбиков без изменения и так на этом этапе значит мы провязали 8 рядов без изменения 48 столбиков на этом этапе вставляем глазки я уже здесь начала раздвигать столбики то есть находим ряд с прибавками где у нас были 12 прибавок подряд и над этим рядом пропуская 2 так немножко тут не просчитала значит пропускаем раз-две прибавки и на 3 делаем вставляем глазки я делаю разбегаю так столбики вставляю глазик точно также с и с этой стороны считаем 1 2 столбика где у нас были две прибавки и на 3 раздвигаем и вставляем глазик на таком расстоянии получаются глазки если кажется далековато можно немножечко сдвинуть ну я оставлю так продолжаем дальше вязать девятнадцатом ряду у нас будет 6 столбиков и убавка вяжем 6 столбиков и убавка так продолжаем до конца ряда и в ряду у нас останется 42 столбик 20 ряд вяжем 5 столбиков и убавка вяжем так до конца ряда в ряду остается 36 столбиков ну и так дальше делаем убавки следующий ряд будет 4 столбика и убавка в ряду останется 30 столбиков 22 ряд 3 столбика и убавка останется 24 столбики набиваем голову наполнителем дальше вяжем 23 2 столбика и убавка останется 18 столбиков 24 ряд у нас столбики убавка останется 12 столбиков не забываем наполнять голову и последний 25 ряд у нас будет 6 убавок подряд дополняем голову синтепоном чтобы у нас хорошо была набита голова и соединяем все наши 6 столбиков затягиваем и отрезаем ниточку вот я закончила вязать соединила все 6 оставшиеся 6 столбиков за передние полу петельки стянула спрятала ниточку пока откладываем голову в сторону дальше будем вязать ушки сначала будем вязать ушки цветом головы в кольцо провязываем 6 столбиков без накида провязали стянули колечко теперь делаем прибавки в каждый столбик в ряду у нас 12 столбиков дальше вяжем принцип круга провяжем сейчас этот ряд в каждый столбик прибавки на среду 12 в третьем ряду у нас будет столбики прибавка 18 столбиков получаем четвертом ряду два столбика и прибавка 24 столбика и в пятом ряду 3 столбика и прибавка получаем 30 столбиков провязываем эти прибавки так провязали прибавки последняя прибавка у нас три столбика и прибавка откладываем сторонку пока берем розовый цвет нам надо было начать с розового конечно ну ничего вторая ушка начнем с розового берем розовый цвет и вяжем точно также такой же круг провязываем в кольцо 6 столбиков и дальше делаем прибавки значит 6 столбиков кольцо во втором ряду сделаем прибавки в каждый столбик 12 третий ряд при столбик и прибавка 18 столбиков ряду четвертый ряд 2 столбика и прибавка 24 столбика в ряду и 5 ряд 3 столбика и прибавка 30 столбиков ряду провязываем круг такой же и отрезаем ниточку здесь розовую вот теперь берем две половинки одинаково связанные да и будем их вместе сшивать дальше берем изнанка изнанки вот теперь дальше вяжем вместе провязываем их вместе вяжем так провязываем 4 столбика и прибавка 2 3 4 и прибавка провязываем таким образом до конца ряда связывая вместе две половиночки провязали и вяжем последний ряд у нас в этом ряду получилось 36 столбиков когда мы связали вместе с прибавками две половинки и провязывайте 36 столбиков без изменения отрезаем ниточку достаточной длины чтобы пришить потом так теперь для начала оформим мордочку берем ниточку этого цвета прикладываю носик я потому что у меня клеевой если у вас на безопасном крепление отсчитываю у меня он получится носик я его не посерединке приклеивать чуть-чуть наверх он будет почти посередине вот и отсчитываю я от края носика раз-два-три-четыре где-то так и у меня здесь должны вот так вот стоять две лавочки то есть через столбик дальше глазки здесь тоже самое если у вас глазки на клеевой основе то вы можете вставить булавочки там где будут глазки и уже от от этих булавочек сторонку немножко берете и вставляете маркер виде булавочки на где у вас будут утягиваться глазки я вставляю примерно так получается что почти посерединке то есть вот у нас ряд где у нас 12 привал подряд было и след между этим рядом и следующим рядом у меня прямо близко глазу будет верхняя верхний маркер вставлять мне неудобно и вставлять там ножка вот пример вот так вот а нижнее будет на ряд ниже под этим рядом где у нас 12 было прибавок получается на ряд ниже будет 2 2 марки вот не буду я вставлять вот так вот понятно будет чтобы они меня мешать будут потому что мне там глазки ножки глазки мешают глазок и так ввожу я иголочку снизу вверх одному глаз глазу к первому но эти волк я уберу я уже знаю как и чего мне здесь будет вот ввожу сюда вывожу там я у меня иголочка стоит прям близко глаз вот вот так оставляю здесь кончик опускаюсь на ряд ниже тоже ближе глазику чем ближе тем лучше вот захватываю немножко синтепона там вот и вывожу к нижнему глазу к верхнему наверно вывожу к верхнему сначала маркеру вывожу к верхнему маркеру и опускаюсь на ряд ниже близко глазику и вывожу рядышком то есть через столбик туда где водила через столбик в этом же ряду вот теперь делаем утяжки вытягиваем помогаем руками сначала глазки параллельно утягиваем и руки формируем вот так вот такая мордочка у нас получается здесь завязываем иголочкой ой ниточки завязываем я завяжу сделаю 3 узелочка чтобы хорошо держалась помогаем рукой немножко в вдавливая сформировали спрячем ниточки вот такая вот получилась мордочка с носиком прячем ниточки и будем пришивать ушки будем пришивать ушки смотрите форма ушей и расположение уж ушек нам будет создавать вид мышки ушки мы так и сложим пополам и прошьем 3 ряда 3 а может даже 4 сейчас посмотрим после того как мы это прошьем мы располагаем ушки либо так таком положении вот либо в таком внизу до верху в общем как расположите ушка уши оттуда будут вид мордочки меняться все будет зависеть от ушей поэтому пришивать можно по-разному кто как хочет ходе хотите пришивайте именно вот таком положении тоже красиво смотрится мышка да в общем пришивать ушки можно по-разному на свое усмотрение вот я сшила здесь краюшек ушка четыре ряда вы вернее 4 столбика соединила вместе теперь я располагаю ушка сейчас я скажу как буду располагать общем параллельно глазику будет располагаться ухо вот в таком положении на расстоянии вот от последнего стянутого ряда отсчитываю 1 2 3 4 5 6 на седьмом ряду начиная седьмого ряда и сюда будет пришиваться ухо вот так вот у меня расположились ушки их можно немножко положить будет вот такой вот вид можно немножечко приподнять вот все будет зависит от как выглядят ушки мордочка теперь я беру цвет для бровей сразу высшие брови приклею носик и отложу сторону голову чтобы она мне носик спокойно пришит присыхал застывал клей повязать дальше бровки я расположу примерно может быть вот так сейчас я пришлю бровки и скажу как я расположила так я не знаю заметно видно бровки на таком темном цвете черные значит расположила я их так вот ряд у меня идет первый ряд второй ряд вот между вторым и третьим рядом над глазик да вот отсюда если сбоку смотреть вот так параллельно муку то я расположила между третьим и вторым рядом и у меня расстояние раз два три четыре столбика длина бровей вот на таком расстоянии расположение бровей получается не лежат вот так по рисунку и дальше как вам объяснить вот расположить я думаю у брови уже выше их вот так вот положить либо ниже это опять же уже смотрите на глаз у меня они вот заканчивается край почти где у меня начало глаза и конец глаза примерно такое вот расстояние вот так вот расположились бровки у меня носик сейчас приклею и откладываю голову и так можем сделать ротик для мышки просто набираем в кольцо 6 столбиков без накида стягиваем это колечко и все я сделала 6 столбиков колечко набрала стянула колечко и можно вот пришить вот здесь вот где ротик вот так вот получится есть и хотите можно пришить и ротик сделать губку нижнюю вот я это сделаю потом когда мне носик хорошо высохнет а пока вяжем дальше будем вязать верхние лапки начну я с розового цвета и так в кольцо провяжем 6 столбиков без накида провязали 6 столбиков в кольцо теперь в каждую петелечку делаем прибавку получаем во втором ряду 12 столбиков берем маркер ниточку и с 3 по 6 ряд вяжем без изменения 12 столбиков седьмой ряд вяжем столбик и убавка повторяем это четыре раза в ряду у нас останется 8 столбиков и набиваем нижнюю часть так два столбики убавка столбик бак повторяем четыре раза и так набила я ручку последнюю убавку я делаю заканчиваю цветом дальше тело коричьим цветом присоединяю другой цвет таким образом вот розовый я отрежу не нужен уже теперь 8 ряд будем вязать один столбик и прибавка повторим это четыре раза эти розовые и коричневые кончики надо будет связать чтоб держалась ниточка столбик и прибавка спрячем и продолжаем так вязать в ряду у нас до 8 получится 12 столбиков так теперь с 9 по 21 ряд мы вяжем без изменения 12 столбиков всего получится 13 рядов 13 рядов без изменения так провязали 13 рядов без изменения у 21 ряд получилось и последний набили ручку обязательно не забудьте набить ее и последний ряд делаем шесть убавок подряд последний двадцать второй ряд 6 баллов подряд провязали отрезаем ниточку для сшивания вытягиваем ее и пропускаем через шесть за передние полу петли через шесть столбиков ниточку и стягиваем край все ручки готовы наши верхние дальше будем вязать хвостик берем опять нашу коричневую пряжу у кого какая цвет тела и в кольцо провязываем 6 столбиков теперь со 2 по 15 ряд мы провяжем 6 столбиков без изменения дальше шестнадцатом ряду делаем 2 столбика и прибавка 2 раза провязали теперь 17 по 21 ряд то есть 5 рядов мы провяжем эти 8 столбиков которые у нас получились без изменения провязали и теперь сложим пополам детальку и провяжем вместе две половинки вот я ничего сюда не набивала если вы хотите чтобы хвостик держал как-то форму скручивался там и так далее вы можете проложить сюда проволочку в это проволока которая в этом так она называется синельная проволока я не знаю как-то так что-то в этом роде как предлагает нам автор такое название вот в обмотке мягкая такая проволочка должна быть в обмотке вот я ничего не буду что ложить я просто соединю и провяжу две половинки вместе так вот у меня получилось 3 столбика и отрезаю ниточку для сшивания так вот хвостик наш готов так вяжем теперь нижние лапки и тело начинаем с лапок берем розовую пряжу сначала в кольцо провязываем 6 столбиков без накида провязали теперь во второй ряд у нас будет 6 прибавок то есть 12 столбиков в ряду в каждую столбик делаем прибавку третий ряд у нас будет столбики прибавка повторим 6 раз получим 18 столбиков и четвертый ряд сделаем два столбика и прибавка повторим 6 раз получаем 24 столбика провяжем эти прибавки так провязали круг теперь с 5 по 7 3 ряда провяжем без изменений 24 столбика дальше 8 ряд вяжем 6 столбиков 6 убавок подряд и 6 столбиков оставшиеся 2 6 и делаем 6 убавки и оставшиеся 6 столбиков вяжем без изменения 5 6 дальше 9 ряд вяжем 6 столбиков 3 убавки подряд и опять 6 столбиков оставшихся 10 ряд 5 5 столбиков 3 убавки подряд и 4 столбика оставшихся 5 делаем 3 убавки 4 столбика можно на пятнушку синтепоном пока удобно и вяжем 11 12 ряд без изменения 12 столбиков провязали два ряда без изменения так я закончу ряд другим цветом потому что мы меняем цвет нас 13 ряд будет другим цвета коричневым заканчиваю я последний столбик теперь 13 ряд мы провяжем столбик и прибавка повторим 6 раз 14 ряд вяжем 2 столбика и прибавка повторяем 6 раз и в ряду у нас получится 24 столбика столбик и прибавка теперь вяжем с 15 по 18 ряд 4 ряда без изменения 24 столбика так провяжем закрепим ниточку и отрежем и сделаем вторую лапку точно также но на 2 лапки мы ниточку не обрезаем значит с 15 по 18 ряд вяжем без изменения закрепляем нить и отрезаем вот провязала и закончила ножку отрезала ниточку вторую ножку вяжем точно также ниточку не отрезаем нам не 2 ножка теперь нам надо поставить ножки вот так вот носочками от себя не к себе а от себя и вот так вот вместе ставим но смотрите чтобы ножка с рабочей нитью была справа так как мы начинать будем продолжать вязать у нас начнется сзади не спереди то есть не с этой стороны поставьте ножку до чтобы вот так вот у вас было вот а с этой стороны так как мы будем делать 3 вас до 4 воздушные петли и будем дальше вязать по кругу чтобы нам было удобно и так поставили ножки вместе нашли серединку где тут соприкасаются одинаково две петли на одной и второй ноги вот примерно у нас вот так даже сложив пополам можно найти серединку так вот ножки взяли сложили пополам и нашли серединку вот так нашли серединке я беру маркером отмечаю так здесь чтобы потерять вот и здесь здесь и довязываю сначала довяжу я столбики которые мне не хватает до серединки вот довязала я них не достающие столбики до серединки провязываю серединку и теперь делаю 4 воздушные петли беру вторую ножку и в этот столбик я присоединяюсь столбиком без накида присоединились теперь мы должны по кругу провязать 56 столбиков с учетом вот этих вот 4 воздушных петель то есть 24 столбика по одной ножке 4 столбика с одной стороны воздушной петли 24 по другой ножке четыре столбика с другой стороны воздушной петли хочу обратить ваше внимание когда вы будете считать столбики учтите что вот этот вот куда вы присоединили воздушную петлю это первый столбик его считаете как за столбик чтобы у вас не получилось что не хватает первый будет столбик провязали и так дальше вяжем внимательно считайте проверяйте чтобы не потерять эти столбики провязали смотрите что главное начало ряда у вас было за сзади не спереди а сзади теперь с 20 по 23 ряд мы про вяжем без изменений 56 столбиков так дальше двадцать четвертый ряд и так автор мастер-класса этого предлагает нам сделать 6 столбиков затем делать комбинацию столбик и убавка четыре раза затем провязать 7 столбиков затем сделать 6 прибавок подряд потом провязывать 7 столбиков без изменения сделать опять комбинацию из столбика и убавки четыре раза и провязать оставшиеся 6 столбиков у меня к сожалению именно так не получится не знаю почему как в чем причина почему мне так не получается может то что у меня рабочая нить не где-то здесь первым ряд начинается не посередине либо он должен был начинаться с этой стороны скорее всего так как он мне начинается с этой стороны они с этой меня будет будут немножко по-другому расчет идти если вдруг вы соединили ножки именно так как я и у вас ряд начинается с левой ножки вот они с конца правой так то вы будете расчет вести так как у меня если у вас ножки соединились так что у вас здесь начало ряда то вы провязываете 6 столбиков как я уже предыдущий раз говорилось хочу остановить и промотайте и прослушайте еще раз вот чтобы не не повторяться а я сейчас скажу как я буду вязать сейчас я просчитаю внимательно и скажу в расчет из своей игрушки вот я сделала просчет и у меня получается так мне надо провязать сначала четыре столбика без изменений два три четыре затем сделать комбинацию столбик убавка четыре раза 1 2 3 4 3 маркерами отметила чтобы не было понятно сделали теперь нужно провязать 7 столбиков чудо я тут запуталась сейчас еще раз все верно теперь дальше провязываю 7 столбиков без изменения 1 2 3 4 5 6 7 и дальше мы вяжем 6 прибавок подряд и эти 6 прибавок у нас должны быть посередине над четырьмя столбиками воздушными и плюсы сюда один столбик и сюда один столбик в итоге 6 получается 6 прибавок подряд провязали теперь вяжем 7 столбиков без изменения провязали теперь комбинацию столбики убавка повторяем 4 раза и провязываем оставшиеся столбики у меня их осталось вроде 8 1 2 3 4 5 6 7 и 8 здесь у меня ниточка закончилась я добавила вот вот так вот получается у меня здесь у нас формируется животик и он должен быть соответственно по серединке дальше 24 ряд вернее 25 лет это у нас был 24 ряд с 25 26 28 и 29 ряд вяжется без изменения 25 по 29 ряд 54 столбиков у нас в ряду дальше у нас 30 ряд 30 ряду по схеме автора нам надо провязать 18 столбиков затем сделать комбинацию из столбика и убавки 6 раз и провязать оставшиеся 18 столбиков у меня немного по-другому получается поэтому у меня получается 20 столбиков я провязываю сначала 1 317 у меня получается не 18 а 18 столбиков теперь делаю комбинацию из столбика и убавки 6 раз вот такой вот животик получается по серединочке и провязываю оставшиеся столбики без изменения до конца ряда вот их у меня 19 и так чтобы правильно мне провязать здесь у меня 31 ряду надо будет провязать 44 столбика и 2 убавки в 32 ряду у меня начинаться ряд будет с двух убавок тоже то есть получается 2 убавки в конце в 31 и 2 убавки в начале в 32 это 4 убавки у меня получается здесь рядышком соответственно они должны расположиться по середине и так как у меня рабочая нить начало ряда находится немножко стороне у меня это не получится поэтому я на два столбика распущу назад вот распустила два столбика назад и теперь провяжу отсчитывая буду отсюда у меня начнется ряд отсюда начинаю отсчитывать 44 столбика столбика а читаю 44 столбика и 2 убавки подряд у меня будет в конце провязала и 44 столбика теперь делаю 2 убавки подряд конце это у нас 31 ряд дальше 32 ряд делаем 2 убавки подряд так надеюсь что когда я переместила начало ряда у нас у меня должно совпадать с автором сейчас проверим 2 убавки теперь надо провязать 15 столбиков без изменений затем сделать 6 убавок подряд и 15 столбиков должно остаться и эти шесть убавок у нас должны разместиться по серединке не где-то здесь делаться а именно посередине сейчас я посчитаю посмотрю так у меня будет или нет почти совпадает там 1 1 петелька немножко сторону думаю это не будет так заметно поэтому я провяжу сейчас так как нам пишет автор и итак 15 столбиков провязываем без изменения провязала 15 столбиков посмотрите выходит примерно где-то должна выйти у вас ряд должен закончиться перед убавками где-то посередине ножки вот тут вот дальше делаем 6 убавок подряд сделала 6 балок и оставшиеся 15 столбиков провяжем вот как раз примерно вот посередине да вот мне крючок ушел на столбик чуть-чуть сторону ничего страшного думаю это не так заметно будет поэтому провязываем оставшиеся 15 столбиков без изменений дальше следующий ряд 33 вяжем по схеме провязываем 15 столбиков без изменения делаем убавку затем вяжем 4 столбика опять делаем убавку и оставшиеся 15 столбиков к сожалению автор вначале нам мне я смотрю схему да не объяснил как нам правильно откуда вязать как брать ножки вот и пришлось вот немножечко как бы выкрутиться из этой ситуации я думаю что я в начале когда здесь объясняла вам все как че делается думаю я понятно вам объяснила и так вяжем 15 столбиков провязала 15 столбиков теперь делаю убавку 1 затем вяжем 4 столбика 2 3 4 и делаем вторую убавку вот видите сейчас у меня получается что у меня вот эти 4 столбика оказались не посередине вот у меня убавка получилось здесь и здесь то есть сместились эти 4 столбика в сторону поэтому я сделаю изменю немножко есть провяжу по-своему немножко так что у меня получается я провяжу не 15 а чуть больше и так я провязала 17 не 15 а 17 столбиков делаю убавку и вяжу 4 столбика делаю еще одну убавку и оставшиеся столбики провязываю вот у меня получились вот убавка и вот убавка вот она это 4 столбика у меня получились по серединке надо просто учитывать что у нас смещаются ряды когда мы вяжем по спирали и если делать праве по так как тут предлагают нам по схеме то там иногда не учитывают наверное я не знаю почему так получается но немножко смещается у нас ряды и одинаковое количество но никак не может получиться если бы мы делали не по спирали вязали но нам автор предлагает вязать по спирали вот соединяли бы столбики и подымались да у нас тогда были бы более или менее ровно шли эти столбики а так они у нас съезжают сторону поэтому надо этот момент тоже учитывать ну да ладно теперь вяжем оставшиеся столбики без изменения и так в ряду у нас должно остаться 36 столбиков теперь 34 35 ряд мы провяжем без изменения 36 столбиков дальше 36 ряд вяжем 4 столбика и убавка повторяем это 6 раз в ряду останется 30 столбиков наполняем игрушку и вяжем дальше теперь вяжем 37 и 38 ряд без изменения 30 столбиков дальше у нас тридцать девятый ряд тридцать девятом ряду вяжем 3 столбика и убавка повторяем это 6 раз теперь вяжем сороковом ряду один столбик без изменения в ряду у нас получилось здесь 24 столбика у 24 столбика вяжем без изменения один ряд провязали теперь сорок первом ряду мы вяжем два столбика и убавка повторяем это 6 раз у нас в ряду останется 18 столбиков и в сорок втором ряду провяжем эти 18 столбиков без изменений закрепим нить отрежем оставим для пришивания все закрепляем нить и отрезаем достаточной длины чтобы решить голову дополняем игрушку набиваем ее до конца плотненько и будем собирать мышку я пришила губу не стала я на камеру пришивать идут не сложно пришивать располагайте ее как вам нравится пришивайте уголочки немножечко повыше потом как бы приподнимите и пришейте и тогда она как бы так вот получится немножечко лодочкой и будет самый раз такая вот к теперь прикладываем голову по центру смотрим чтобы везде все было аккуратненько одинаково фиксируем и пришиваем каждый столбик вот я зафиксировал этими спицами чтобы насильно далеко не уходила никуда не шевелилась и буду контролировать и пришивать голову вот пришила голову теперь ручки будем пришивать между вторым и третьим рядом отсчитываем вот 1 2 и и вот между вторым и третьим рядом пришиваем руки теперь вяжем жакет я беру пряжу такой же толщины как и вязала мышку можно немножечко тоньше сделать пряжу будет просто впритык так вот сидеть и так набираем 20 воздушных петель цепочку из 20 воздушных петель провязали делаем воздушную петлю подъема и вяжем второй ряд вернее первый ряд 2 столбика провязываем пропускаем одну одну петлю от крючка во вторую петлю начиная со 2 вяжем два столбика без накида 1 2 3 провязываем 3 столбика прибавка из трех столбиков третью дальше вяжем 4 столбика 4 делаем опять прибавку из трех столбиков в одну петлю опять вяжем 4 столбика опять вяжем прибавку из трех столбика в одну петлю и еще раз 4 столбика делаем последнюю прибавку из трех столбиков в одну петлю и провязываем последние оставшиеся 2 столбика без изменения провязали 1 ряд такой у нас получается квадрат дальше делаем воздушную петлю подъема разворачиваем вязание теперь вяжем начале 3 столбика и посередине получается у нас есть ты где у нас три прибавка из трех столбиков мы в среднюю петлю делаем прибавку опять из трех столбиков вот дальше вяжем 6 столбиков 6 делаем прибавку из трех столбиков 5 вяжем 6 столбиков прибавка из трех столбиков опять 6 столбиков прибавка из трех и последние три столбика дальше третий ряд делаем воздушную петлю подъема разворачиваем теперь вяжем начале 4 столбика 3 4 делаем прибавку из трех столбиков в один столбик далее вяжем 8 столбиков без изменения провязали сделали прибавку в один столбик 3 столбика дальше опять вяжем 8 столбиков провязали 8 столбиков сделали прибавку вяжем опять 8 столбиков сделали последнюю прибавку на углу в один столбик из трех столбиков прибавка и последние четыре столбики 4 столбика провязали так мы увеличиваем делаем воздушную петлю разворачиваем так мы увеличиваем вязание вот следующий ряд у нас четвертый вначале мы провяжем 5 столбиков сделаем прибавку затем вяжем 10 столбиков прибавка 10 столбиков прибавка 10 столбиков прибавка и 5 столбиков понятно да то есть вы можете ориентироваться на серединке вот у нас здесь три столбика вот три столбика прибавку делаем не в первую и не в последнюю а посерединке которая во вторую во второй столбик делается у нас на углу прибавки вот здесь везде в четырех уголках посерединке средней петелечки делается прибавкой каждый раз прибавка из трех столбиков и так увеличиваем квадрат наш этот до размера где у нас здесь в ряду в трех местах получится по 16 столбиков вначале будет 8 прибавка потом 16 прибавка 16 прибавка 16 прибавка и 8 довязываем мы до такого размера это у нас будет 7 ряд вот так получается у нас квадрат провязали мы значит 7 ряд где у нас 8 столбиков и прибавка вот начали 8 столбиков прибавки дальше 16 прибавка 16 прибавка 16 прибавка 16 прибавка и 8 теперь будем формировать рукава для этого делаем воздушную петлю подъема разворачиваем провязываем 10 столбиков сначала 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 у нас 10 попадает по серединке вот среднюю петельку должно попадать делаем 3 воздушные петли и присоединяемся там где у нас 3 столбика вот прибавки до присоединяемся к средней петельки к средней столбиком без накида дальше вяжем опять до средней то среднего столбика так вот до средней провязали в среднюю петелечку столбик и делаем 3 воздушные петли и опять же соединяем все в среднюю петельку там поворачивали свой сторон и находим столбик 3 посередине которые делаем столбик и завязываем до конца ряда вот так вот мы сформировали рукава теперь будем вязать поворотными рядами дальше продолжать вязать уже без всяких добавок и убавок столбики без накида не забывая здесь начали провязать в эти три столбика воздушных провязать тоже три столбика и дальше вяжем здесь тоже провязали над воздушными столбиками воздушными петлями столбики и провязали до конца воздушная петля развернулись и так вяжем длину нашего жакетика длина у нас же ракетика будет 6 рядов начиная сейчас с этого ряда к после того как воздушные петельки сделали провязали туда и обратно 6 рядов столбиками без накида вот провязала 6 рядов такая получается у нас коротенький жакет получается теперь мы весь жакет по кругу обвяжем рачьим шагом делаем воздушную петлю подъема и начиная с первого столбика начинаем обвязывать вот таким образом доходите до уголка на углу провяжите 2 столбика вот довязала я до уголка последний столбик буду провязывать два столбика срачим шагом буду разворачивать так немножечко помогать руками так чтобы развернуться и продолжаю дальше вязать здесь внимательно смотрите вот дырочки нас видно будет каждый ряд попадайте в каждые крючку потому что у нас один ряд туда другой обратно они будут как бы немножко по-разному выглядеть лицевой ряд и изнаночный поэтому не пропустите ряд провяжите в каждый ряд также довязываете до уголка здесь на угол здесь провяжите 2 столбика один столбик сюда другой сюда сильно закруглять не будем поэтому двух столбиков будет достаточно на уголках и так вяжем до конца и здесь на углу провяжите один столбик потому что один уже есть второй провяжите и ниточку обрежете и спрячете так вот и все закончил я вязать жакетик пришила я такое украшение вот надеваем нашу мышку можно будет распарить утюгом чтобы вот эти все наши края имели форму пропарить утюгом и все вот такая вот мышка у нас получилось я связала еще и такого цвета жакетик какой по цвету лучше подойдет здесь тоже украсила самой все вот и закончила вязать я мышку вот таких вот два будет него жакетика надеюсь что вам понравилось вязать мышку эту автор которого является ольга коваленко спасибо ей за схему этой мышки бежите с удовольствием спасибо за просмотр